Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Марина, мой канал Таро Даймонд Дрим. И сегодня я решила поделиться с вами одной практикой, которую я в своё время нашла где-то на просторах интернета, уже даже не помню. У нескольких блогеров она немножко в разной была форме, эта практика. Но эта практика в своё время очень хорошо помогла мне в первую очередь избавиться от привязанности к человеку сумасшедшей, просто сумасшедшей. И, во-вторых, она помогла мне просто освободиться от гнетущих мыслей, освободиться от бессонных ночей, освободиться, в принципе, от мысли о том, что этот человек единственный неповторимый и больше никогда и ни с кем ничего в моей жизни подобного не будет, что очень-очень важно. Практика эта подойдёт вам в том случае, если ваш мужчина начал отдаляться, либо вообще отдалился, и вы с ним сейчас уже в расставании. Либо вот просто вы чувствуете, что мужчина отдаляется, мужчина уже не тот, эмоции уже не те, уже не дарит вам всего того, что вам хотелось бы. И первое, что я вам рекомендую, я обязательно, кстати, сниму для вас видео с подробной инструкцией, как себя правильно вести, когда мужчина вот таким образом себя ведёт. Когда он отдаляется от вас, как будто вот совсем недавно он засыпал вас смс-ками, звонками, цветами, подарками, словами любви и так далее. А сейчас у него на вас, вернее, всё меньше и меньше времени. И кажется, что он просто даже специально не выходит с вами на связь. Может быть, вы стали уже ему неинтересны, или у него есть другие отношения, или ещё что-то. Вы очень сильно страдаете от этого и не знаете, что вам делать дальше. Видео об этом я обязательно сниму, но сейчас и здесь я вам скажу, что самое основное, самое первое, это, во-первых, ослабить хватку. Прекратите ему писать, прекратите его о чём-то умолять, прекратите идти с ним на контакт, если он избегает этого контакта. И чётко и ясно уясните для себя. Вот просто поговорите с собой откровенно и поймите, этот мужчина действительно вам так нужен, либо это какая-то болезненная привязка. И в том случае, если вы однозначно и чётко скажете себе, да, мне этот мужчина нужен, я без него не могу, и я хочу себе его вернуть, вы можете использовать эту практику. Она абсолютно безвредна. Я много раз говорила, очень часто говорю, что я не имею отношения ни к каким магическим практикам, практикам, которые нарушают баланс энергии во Вселенной, практикам, которые влияют непосредственно на волю человека, потому что считаю, что это не приводит ни к чему хорошему, и я дорожу своей бессмертной душой, что рекомендую и вам. А эта практика, она никаким образом не будет влиять на вашего мужчину, она будет просто складывать, знаете, вот эти пазлики во Вселенной, ведущие вас друг к другу, как бы дорогу прокладывая от вас к нему, но очень мягко, никому не вредя. И самое главное, что эта практика может поставить ваш мозг на место и навести порядок у вашей раненой, наизболевшейся душе. Итак, если вы решили, что этот мужчина однозначно всё равно вам нужен, и вы хотите его вернуть, то что вам нужно сделать? Во-первых, что самое-самое главное, 21 день прекращаем всяческое общение с этим человеком. Прекращаем общение, то есть вообще. Если вы общаетесь в реальности, да, вы постоянно, допустим, с ним на работе встречаетесь, для вас это будет сделать гораздо сложнее, я понимаю, но всё-таки как-то постарайтесь. Если же вы общаетесь виртуально, то для вас это не составит труда. На 21 день прекращайте общение полностью. Даже если этот человек проявится и что-то вам напишет, вы ничего ему не отвечаете. Это очень-очень-очень важно. Если вы не можете этого сделать, если вы будете бояться, что он уйдёт к другой, что там он вас забудет, ещё что-то, то не начинайте даже эту практику, потому что вы недостаточно доверяете в этом случае Вселенной, недостаточно доверяете даже, я сказала бы, Господу Богу, который всё равно расставит в итоге всё на свои места. 21 день прекращаем любое общение. Дальше вам понадобится тетрадь, ну, естественно, ручка. Желательно его фото. Ну, фото, естественно, можно вот с телефона. Я телефон не зря положила, пожалуйста, может, любое его фото возьмите, оно подойдёт. Свеча. Садитесь за стол. Свечу зажигаете, потому что она усиливает эффект этой практики. Если у вас не будет его фотографии, ничего страшного, но желательно, чтобы она была. Вот поставьте прямо напротив себя эту фотографию, рядом поставьте свечу слева. Можно и справа, но я привыкла слева. И каждый день вы должны на страничке тетради написать следующую фразу. Ну, допустим, давайте какое имя возьмём. Ну, пускай Олег. Олег осознаёт, что я лучшая женщина для него в мире. это будет номер один, а дальше пойдёт два, три, четыре, пять и так далее до двадцати одного. То есть, в день вы должны написать вот таких типа аффирмаций двадцать одну. Поэтому смотрите, какую там вам тетрадку нужно будет купить. Это уж вы сами смотрите. Смотрите, что произойдёт, да? Вы ослабили хватку. Этот мужчина, во-первых, поймёт, что вы прекратили его доставать вашими смс-ками, требованиями, не знаю, давлением, ещё чем-то. Он уже начнёт понимать, что что-то происходит не так. Во-вторых, он чисто энергетически почувствует, что вы его отпустили. И в том случае, если этот мужчина действительно вам по судьбе, если этот мужчина действительно вас ценит, если этому мужчине вы действительно нужны, то он обязательно проявится в течение этого срока в вашей жизни. Он либо напишет, либо позвонит, либо как-то попытается выйти с вами на контакт. Очень часто бывает так, что мужчина там несколько дней молчит, а потом начинает просто вас бомбить и спрашивать, что произошло. Ну, в общем, сами увидите, что будет происходить. В том случае, если вы мужчине действительно нужны. Если же вы однозначно этому мужчине не нужны, и это конец, всё, то вы постепенно отойдёте от него за этот 21 день. Вы просто постепенно отойдёте от этого мужчины. Вы потеряете уже такую просто страшенную, нереальную энергетическую привязку к нему. Она начнёт уменьшаться, уменьшаться, и вам будет становиться легче, легче, легче. В то же время, пожалуйста, доверяйте Вселенной. Понимайте, что когда вы пишете эту фразу, если это действительно ваш мужчина, то он 100% почувствует вашу энергетику, и он обязательно проявится в вашей жизни. И ваши отношения выйдут, либо начнутся сначала, либо выйдут вообще на новый уровень после этого 21 дня. Но я считаю, что самая главная польза от этой практики заключается в том, что за этот 21 день вы сами можете так измениться, что потом вы себя не узнаете. И к концу этой практики, когда он уже практически будет стоять перед вами на коленях, в том случае, если вы действительно этому мужчине нужны, когда он будет стоять перед вами на коленях, вы можете ощутить, что вам уже это неинтересно. Так было в моём случае. Мне казалось, что всё, я умираю, я без этого человека не могу, он отдаляется, и что теперь я буду делать? Я сделала, сама на себе испытала эту практику, несколько раз пыталась, у меня не получалось, я срывалась. Но когда я её провела до конца, вот реально, девочки, этот мужчина стоял передо мной на коленях. А я смотрела на него и думала, а мне уже неинтересно. Правда, вот такое было ощущение, что как вообще я могла быть так привязана к этому человеку? Вполне возможно, что то же самое случится с вами. В очень-очень-очень многих случаях действительно начинается новый виток отношений, совершенно в другом ракурсе, с новой силой, с новыми эмоциями, с новыми страстями. Но для этого нужно чётко выполнить всё то, что я вам сказала. 21 день никакого общения, 21 день, 21 аффирмация. Причём вы запишите её и прочтите вслух. Можете при этом смотреть на него. Но не создавайте каких-то новых привязок, не старайтесь представлять канат между собой, ним, ещё какие-то тоннели, ещё что-то. Это не нужно. Вы и так видите его, либо можете представлять его фотографию, и не обязательно. Вы и так говорите ему эти слова. И если это ваша судьба, если это ваша настоящая любовь, и вам это реально нужно, то этот мужчина обязательно появится в вашей жизни. А также перед тем, как делать эту практику, вы можете помолиться от души, попросить высшие силы, попросить Бога о том, чтобы он вас поддержал. И чтобы в результате эта практика принесла вам именно то, что вам нужно. Потому что очень часто мы хотим того, что на самом деле нам не нужно, мы ошибаемся. А потом только понимаем со временем, что Вселенная расставила все точки над «и», только во имя нас, в наше благо, в нашу пользу. Поэтому доверьтесь Вселенной, доверьтесь тому, что она всегда нас поддерживает и всегда даёт именно то, что для нас самое лучшее и необходимое. И если у вас есть сила, если вы найдёте в себе силы выполнить эту практику, вы будете удивлены чудесному результату. Спасибо большое за то, что были со мной. Если моё видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех очень люблю, крепко целую, желаю всем любви, счастья, только взаимной любви. И в Новом году, чтобы исполнились все желания, всё наладилось, и всё в вашей жизни было по справедливости. Пока-пока, до следующего видео.